Они что-то кричат. Я даже не понял вначале, что они думают. Даже думаю, надо сказать, чтобы они не кричали, но люди же. А там двор, там эти пятиэтажки и такая же башня, многоэтажка такая. И все хорошо слышно во дворе-то. Они кричат, думаю, надо как-то их урезонить. А потом, когда вслушался, что они кричат, думаю, не надо останавливаться. А они кричали там. А их не видно даже из-за балкона, из-за этих перил. Настя еще более-менее высовывался, а Коля вообще там его не видно. Они кричали, люди, люди, говорят. А люди там оборачиваются, куда? И не видно даже. Кто кричит-то, непонятно. Покайтесь, говорят, верьте в Иисуса Христа. Люди, покайтесь, верьте в Иисуса Христа. Короче, они там смотрят, эхо еще там, как бы, разносятся по двору, представляете? И когда я услышал, распознал, что они кричат, думаю, не-не-не. Если у самого ума не хватило так сделать, то, как бы, значит, ну, уж детей, хотя это мне, по идее, надо было так кричать-то. А дети были станут камни. А дети, да, камни, представьте, камни бы замопили. Дома бы закричали бы эти, представьте, бетон, железобетон бы закричали бы. Вот, но, и вот потом вот эта Евхаристия, знаете ли, значит, ну, вроде как игра-игра, но, знаете ли, вот это присутствие Бога, я пережил Бога в этом молоке и в этих пряниках был сам Христос. Вот, я, знаете ли, меня никто не может переубедить в том, в обратном, потому что я переживал, действительно, вот, сущность Христа, самого Христа переживал. Вот, и я это помню, со вкусом молока и пряника был сам Христос. Поэтому вот все эти вопросы для меня, они раньше, если до того, до этого, 98-го года, если раньше имели какое-то значение, какие-то эти вопросы, молоко, даже не молоко, извиняюсь, вино, какое вино, белое или красное, там у нас там споры в семинаре, помню, 88-й год поднимали католики и еретики, потому что они белое вино используют вообще, должно быть только красное, а потом на Рогожке, там, на Преображенке, на Рогожке, такие эти православные, такие ортодоксы, что война должна быть теплая, кровь Христа, значит, холодный когор, холодное вино, это ересь вообще, значит, должна быть разогретая. Ну, понимаете, ну, я как послушал, вот, с 98-го года у меня таких вопросов вообще нет уже. Знаете ли, я иногда в дороге, допустим, или где, я причасти, знаете, как делаю, иногда причасти, как делаю? Налью немного водички себе, немного хлебушка, у меня не было хлеба, просто сухарики были какие-то, сухарики эти положил, и хлебушка, все, и воды. Помолился, причастился, для меня это моя Евхаристия, никто меня не перебит, что это не Евхаристия. Понимаете, потому что Богу нужно порой, вот, действительно, нам с нашими мозгами сделать трансформацию, потому что, должен понять, уразуметь, мы можем причащаться Христа и должны ежедневно, ежечасно, 24 часа в сутки, говорится, 7 дней в неделю. Вот, и не только, вот, вкушая что-то, но когда ты кушаешь что-то, да, то это как вот контакт определенный. Я это разумею, понимаю, потому что для меня это понятней. Я, когда вот, к примеру, да, пригубляю, ем хлеб, да, значит, я понимаю, что с этим сам Христос, Он во мне. Не потому что в этом всем, а потому что для меня это нужно, для меня нужно, чтобы я это уразумел. Выпивая и съедая, я лучше это все понимаю, но на самом деле, даже вдыхая, выдыхая, я вдыхаю, выдыхаю Христа. Я причащаюсь Его, потому что причастие, оно совершается не просто устами или желудком нашим, причастие совершается вот, вот, мозгами, сердцем нашим, душой нашей, вот в этом причастие-то, собственно, пониматели. Вот, вот, и, значит, и по поводу святой соборной, да, вот, 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 вот. Соборная наша церковь, вот сейчас соборная наша церковь, соборная, значит, собранная, ото всех народов, ото всех племен, со всех поколений людей, под главенством Христа, она едина, она свята, она соборная, она апостольская церковь, вот, значит, и это не православная церковь, не католическая, не протестантская, никакая это церковь, это церковь Божья, действительно, вот, значит, и Господь да спасет нас от всякого сектанства, от всякого рода сектанства, вот, когда, знаете ли, Человек, он только лишь думает, что Бог – это то, что можно за бороду схватить, монополизировать, приватизировать, знаете ли. Мне так стыдно было слушать митрополита Иларион, по-моему, новый. Иларион Алфеев. Да, новый, молодой такой митрополит, правая рука Кирилла Патриарха. Выступал он в свободном мире, проповедовал, уж он мог бы в Америке, в Баптистской церкви большой, он мог бы уж всю правду сказать. Нет, знаете ли, если раба даже в свободный мир поместить, он все равно рабом останется, потому что рабство у него внутри. Даже дерево, допустим, цепями прикованное, допустим, к земле прибитое, цепи снимешь, а оно изогнуто такое останется, потому что кривое нельзя сделать, естественно, прямым. Только лишь Бог может это сделать, только лишь Бог. И дай Бог, чтобы Иларион вот этой кривизны своей выпрямил, чтобы Божье только благодатью. Так вот, представьте, как он опозорился на весь мир тогдашний, в трансляции, там миллионы людей смотрели, может не миллионы, но в записи потом посмотрели, очень многие, сотни тысяч точно. И там многотысячные собрания такое, на весь Техас опозорился, на всю Америку опозорился. Говорит, что только лишь наша православная церковь, мы смиренно заявляем, является церковью Христовой. И мы, только лишь мы, как бы истинная, единая, святая соборно-апостольская церковь. А все остальные, как бы, ну, не имеют, ну, как бы, вне церкви, по сути. Белка плавает. Ну, думаю, ну, какое же позорище. Человек с высшим образованием, человек грамотный, понимаете ли, полиглот, значит, много книжек читает. Оксфордский профессор. Знаете ли, профессор, значит, да, значит. Попозитор еще. Профессор кислых щей, будем так говорить. Понимаете ли, профессор кислых щей. Вот, дай Бог ему покаяться. И я слушал его, и я вспоминал самого себя. Я тоже таким же был позорником. Я тоже таким же был позорником, и тоже, будучи, но я был, конечно, не так сильно позорился, потому что я был простым сирийским батюшкой. Вот, он-то митрополитом, значит, там, сия Руси, будем так говорить, значит, возле, значит, возле патриарха, значит, там, все прочее. Вот, значит, действительно, значит, Господь, вот, помиловал, и я молюсь о том, чтобы Господь Всемогущий, чтобы Он помиловал священнослужителей, чтобы помиловал, вот, моих коллег, будем так говорить. Чтобы не слепые вели слепых в царство тьмы, в яму, а чтобы прозревшие вели прозревших в царство Божье. Вот, и Спаситель у нас один только лишь в этом, Искупитель один, врата у нас только лишь одни, двери только лишь одни, это сам Иисус Христос, все. Я повторяю снова и снова, паки и паки повторяю, что православие не может сделать нас христианами, католицизм не может сделать нас христианами, протестантизм не может нас сделать христианами, протестантизм делает нас протестантами, православие делает нас православными, католицизм делает нас католиками. Но христианами нас делают только, я подчеркиваю, только Иисус Христос. Только Иисус Христос. И он сказал, записано у евангелиста Иоанна, в 14 разделе написано, в 6 стихе, «Я есть путь, истина и жизнь». Путь, истина и жизнь. И он подчеркивает дальше, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. То есть через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. И апостол Павел так и провозглашает, да, кстати, первое послание к Тимофею 2.5, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя, он пишет дальше, для искупления всех». Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот, брат, прочти слово тоже, да, вот. Да, да, да. Прочти слово. Вот это послание Коринфянам. Послание Коринфянам сейчас прозвучит. Второй раздел, да. Второй раздел, да. Так. Итак. Да, глава пятая. Так. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Аминь. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. Да. И дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Да. Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертву из-за греха, чтобы мы в нем сделались праведниками пред Богом. Аминь. Вот это, да? Да. Да. Он уже подобает это место. И на Монетэш. Он уже подобается. Да. Вот. И, знаете, сегодня вот взял тоже хлеб. Значит, здесь вот на Лесовой, возле метро, Лесная, пекут очень хороший хлеб, грузинский. Я все время с ним здороваюсь, там, Гомарджоба, как меня называли. Вот, говорю, что молюсь за вас, значит, благоставляю вас. Все время благоставляю. Они уже знают, спасибо за молитву, спасибо за молитву, спасибо за молитву, спасибо, что молитесь. Но, опять-таки, важно, чтобы человек сам открыл свое сердце. Я молюсь о том, чтобы каждый человек на этой земле, чтобы он открыл свое сердце для Господа Иисуса Христа, для нашего Спасителя. Всех. Который Спаситель всех человеков. А наипаче верных. Знаете ли, слава Богу. И в этом причастии, сейчас вот в Евхаристии тоже, да, было. Знаете, вот, Господь, да, будет среди нас. Мы здесь собрались, да. Мы собрались здесь, так, втроем сегодня. Все, кто нас сейчас видит, слышит, можете принять с нами участие в этом хлебопреломлении, в этой Евхаристии, в этом причастии. Вот, каким образом, у себя дома, где вы сейчас находитесь, в кругу своей семьи, допустим, там, значит, своих друзей. Возьмите хлеб, вино, возьмите вот плод виноградной лозы, у нас сейчас здесь сок, значит, вот, значит, хлеб. Там вопрос еще прозвучал, значит, я, ну, он в ленте уже прошел, значит, по поводу хлеба. Хлеб такой или квасный, или бесквасный. Опять-таки, тоже, ну, в идеале, конечно, маца, вот, я использую часто мацу, вот, значит, сейчас мацы нет у нас, значит, там, вот, есть такой хлеб. Опять-таки, тоже, как вот с пряниками, с молоком, иллюстрация, что, действительно, не качество хлеба или вина нас приближает к Богу, знаете ли. Есть люди, которые пьют самое дорогое вино и едят самый вкусный хлеб, но невозрожденные идут в ад. А есть люди, которые, вот, я читал о Евхаристии, старых ортодоксов православных, таких, что, знаете ли, за веру царе Отечества, что называется. Значит, еще сто лет назад, после революции 17-го года, когда начались эти аресты, 18-19-й год, узники советских лагерей уже, ну, да, первые тюрьмы, эти первые лагеря, вот, туда их, монастыри многие превращали в эти, в тюрьмы. Это там на севере, допустим, в одной тюрьме, где-то там, не то Соловки, это не то еще до Соловков было, значит, в каком-то монастыре. Вот эти митрополиты-седовласы, еще там, ну, понятно, дореволюционно все эти митрополиты, вот, хотели Евхаристию совершить, не было ничего. Здесь тоже, может, да, да, алло, да, да. Шалом, алейхем. Если можно, чуть попозже. Хорошо, да, 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 все хорошо, удобненько, да, да. Вот, я думал, это вопрос, как раз, тоже один из вопросов прозвучал, потому что телефон тоже давал, номер телефона публиковал, вот, но, значит, это, кажется, совсем не то. Вот, значит, да, как? А, да, вот, спасибо. На чем остановились? На причастии. На причастии, что хлеб, неважно какой хлеб. Да, да, да. А, и вот те старцы, эти митрополиты, эти старые, вот, да, словецкие, потом мученики уже, потом они были все мучениками, фактически, они как причащались? Просто в тундре собрали клюкву, подавили ее, а вместо хлеба у них там, вот, то, что они собрали, по сути, это, вот, знаете, вот, пищевые отходы, которые переделывали, перемалывали, как бы, значит, и вот и давали им, как, вот, за место хлеба, не хлеба, но это не было хлебом даже в таком смысле слова. Это именно были пищевые отходы, переработанные, вот, то есть их кормили просто-напросто, ну, как смертников уже, по сути, и, значит, и, вот, но они совершали так хлебопреломление Евхаристию, это дореволюционные, старые, строжайшие митрополиты, вот так вот. Вот, и, кстати, в 91-м году, будучи священником уже, вот, РПЦ Московского Париархата, значит, в Рязани у нас было общение, там был такой отец Андрей Правдолюбов, протеерей, он тогда был секретарем епархии рязанской, очень интересный дядька был, кстати, очень интересный. Он, значит, и этот митрополит, короче, забегая вперед, короче, он протеерей, протеерей тогда, значит, он, значит, интересные слова такие говорил тоже. И потом он вначале рассказал мне это, человек уже пожилой тогда уже, значит, а потом кое-что дал мне почитать, знаете ли, ну, такие были самоиздатовские, в то время еще под копирку, значит, там-то вот такие сборники, самоиздат православный, дал мне прочесть рассказ, называется «Деревенская дурочка», ну, так он, так было заглавлено. Я потом пример приводил много где, в разных школах тогда, потом, значит, и у себя на приходе, первый приход уже в конце 91-го года, где я был настоятелем именно храма уже, значит, в традиционном православии, я этот рассказ «Деревенская дурочка» даже перечитывал, специально так вот, значит, там, переписал, перечитывал и зачитывал в храме прямо после служения, после всеночной, перед литургией. И вот, значит, и там, значит, рассказ такой был, ну, не знаю, это были или не были, не было, я не знаю, короче, но там, там, говорится, там написано было, что это на основе реальной истории, как бы, вот. Так вот, значит, 20-е годы, комсомолия, пионерия, безбожия в селе каком-то, и вот, значит, там, молодежь, там, ну, как бы, по-нашему сейчас, как говорят, тусуется, вот, значит, вечеринка какая-то молодежная, значит, там, вот, комсомолия, пионерия, безбожия. И вот, значит, и там у них всегда бывала одна девушка, она взрослая девушка уже, но по-уму была еще такая, младенец, то есть, ну, она вот, ее называют, как деревенская дурочка, знали. Значит, она была не рада, она была как маленький ребенок совсем, хотя уже взрослая девушка уже. И она с набожной такой религиозной семьи, и эта, значит, девушка, значит, знаете ли, да, значит, она, значит, ходила в храм, ее водили в храм, она ходила в храм с удовольствием, значит, и над ней посмеивали, что она такая религиозная еще, к тому же дурочка еще религиозная. И вот, значит, и решили над ней подшутить, и сказали, о, там, ну, как-то назвали ее, значит, мы будем тебя причащать, тебя причащать. Она, о, она так восприняла это все, так, о, причащать, причащать, как бы, да, значит, один там батюшку разыграл, как бы, из себя, значит, другой, значит, там, ну, короче, вроде как, спели, не спели, что-то по церковному, ну, все же раньше в храм ходили тогда, все было знакомо им. Значит, налили самогонки, значит, в стаканчик, значит, там, значит, и хлебушка, решили на ней подшутить, вот, причащать ее самогонкой с этим хлебушком. Вот, значит, и, значит, это, вот они спели, что-то, она, она такая вот искренно идет, значит, кричать с ее, значит, все, ну, посмеяться. И причащали ее, как бы, с ложечки нас доставал, значит, хлебушек самогонкой. И вот в этом рассказе Интересный очень такой финал И в этот момент В этом амбарне Где там молодежь собиралась Короче люди слышали Как пели ангелы Запели вдруг ангелы И сопли, слезы у людей Короче там дальше По скриптам было написано Потом после рассказа Очень интересно Что из той комсомолии Несколько человек были даже мучениками Христовыми За веру во Христа То есть многие, ну не все, я так понимаю Но многие из тех, кто слышал тогда И видел это чудо Это ангельское пение И вот при части той дурочки Многие стали христианами настоящими И даже мучениками Христовыми стали А перед тем, перед рассказом Говорилось, что это на основе реальных событий Я не знаю, но были или не были Но мне это вот, понимаете Запало тогда в сердце Я когда читал это на вилингах в себе Где я был настоятелем храма Бабушки многие плакали Я говорю бабушке Смотрите, завтра у нас будет литургия божественная Завтра будет причастие у нас в храме Вот значит, поймите Что я объяснял это все И бабушки еще, знаете ли 19-го столетия В 91-м году Некоторым из этих бабушек было 92-94 года Баба Оля была самая старшая У нас там 96 лет То есть это еще 1890-х годов Представьте себе Так эти бабушки плакали Они потом мне такие вещи рассказывали Что там Знаете ли В кино такого не увидишь Но Их коснулось Они пронялись этим всем Прочувствовали все это И вот причастие Знаете ли Для меня Это Сам Господь Иисус Христос И Причастие Вы можете принять Я лично сторонник Есть разные Уставы, конечно Если я, допустим, у писятников причащаюсь Или у харизматов Или у баптистов Или у адвентистов Или у кого-то еще То я, конечно, действую в их уставе Как у них принято Так я и поступаю Конечно же У католиков причаюсь Как у них принято Допустим Простите мой польский Пан из милующего над нами Христа из милующего над нами И Так вот Тоже ж мессу совершал польскую Не раз Несмотря на мой акцент Полякам нравилось очень Но самое-то главное Конечно же Если вы дома причащаетесь Допустим Самое главное Рассуждайте о теле Христа Что действительно Христос умер за нас И не только за грехи наши Но и ранами его мы исцелены Иначе многие болеют И даже немало умирают Потому что лишаются Великие благословения Божьих Не болейте, пожалуйста Не умирайте Причащайте Слово Божьего Причащайте с тела крови Христа Рассуждая над тем Что Христос не только за грехи наши умер Если будете думать Что только за грехи умер То можете заболеть И умереть Потому что Страшные вещи могут произойти Но лучше чтобы они не происходили Понимаете То есть вы как воспользуетесь шансом Не болеть Воспользуетесь шансом Жить долго и счастливо А для этого нужно уразуметь Что Христос Он не только за грехи наши умер Но и Он за наши болезни И немощи Так же умер Болезни и немощи Это тот же самый грех Это те же самые грехи Вот и это все Христос взял на себя На себя И кровь его божественная Омывает нас от всякого греха Поэтому мы должны Рассуждать над этим Обязательно рассуждать Слава Господу Слава Богу Что прочесть хотите Что-то из слова Нет Не сейчас Не сейчас Вот А сейчас Вот именно Если вы в кругу семьи Допустим Муж, жена Вот значит Дети У нас все причащаются Потому что Ну действительно Мы все рассуждаем По своему На своем уровне Все рассуждаем Над телом и кровью Христа Вот Кто не примирился Если кто не примирился С Господом Прямо сейчас примиритесь И причащайтесь Да Возьмите Налейте себе сок Возьмите хлебушка Вот Воды и хлеба В конце концов Значит Если нет у вас Сока никакого Под руками Молоко, пряники Не то важно Вот Главное Чтобы Знаете ли Вот Сейчас Вот Скажите Господу Что Господь Отец Небесный Благодарю Тебя За Иисуса Христа Вы же верите в Иисуса Христа Как Спасителя Да Он умер за вас Да Умер, да Знаете Он умер за вас Он воскрес Воистину воскрес Да Тогда повторяйте Скажите такие слова Что Иисус Христос Благодарю Тебя Что Ты умер за меня Умер за мои грехи И не только грехи Помните что я говорил выше Скажите Богу Что Господь Да Ты умер не только за мои грехи Ты умер за мои болезни Немощи мои Пригвоздил ко Христу И ранами Твоими Я исцелен Скажите Господу Такие слова Что Спасибо что ты воскрес Вы же верите что он воскрес Скажите ему Спасибо что ты воскрес Из мертвых Для моего оправдания Не просто воскрес Даже Как знаете В Москве там проповедовали Мы порой там Значит еще 99 был год 98-99 год В Москву приезжал Проповедовали Там возле метро Значит Женщина Как раз Дело было Что-то с Пасхой связано Как раз Или до Или после Пасхи А после Пасхальный день Как раз Значит Вот что Христос воскрес И одна женщина Ну дай Бог ему здоровья А при чем есть я Ответ такой Обескураживающий Честно говоря Ну всякое слышал Но такого не слышал Ну дай Бог ему здоровья А при чем есть я И до меня дошло Что многие люди Эта женщина Просто она такая боевая Высказывала все это А другие Это как бы понимают Но как бы так думают Но себе не открывают Знаете ли Поэтому думаю Она сказала ведь правду Люди Ну что мне с того Ну батюшка собрали Сейчас вот На счетах причащаются Ну а мне что с того Ну там Ну в храме служба идет А мне что с того Ну там Месса совершается в костеле А мне что с того Ну там собрание Там где-то там Протестантское собирается А мне что с того Знаете ли А что с того А с того что Если Христос в нас То мы сами Храм Бога Храм Божий Обшит кожей Храм не из бревен А храм и не из камней А из ребер И плоти И крови Храм Божий Это живой человек В Новом Завете Слава Богу Поэтому верующие Всех конфессий Динаминаций Просто Благоставляю всех вас И даже если вы сейчас Только впервые Обратились к Богу Причащайтесь смело Потому что Действительно Христос Умер за вас За ваши грехи Неправды все Болезни Немощи Если вы больны Если вы немощны Причащайтесь Тело крови Христа Воспользуйтесь Этим шансом Действительно Полного исцеления Прямо сейчас Божественного исцеления Вот И скажите Господу Бог Всевогущий Господь Я каюсь Во всех грехах своих Но В уме держите Что он простил вас Еще 2000 лет назад Но вы это говорите Сейчас Чтобы это Активизировать Как бы сейчас В вашей жизни Говорите Бог Прости меня Но я знаю Что ты простил меня На кресте Голговском И я знаю Что ты простил Все грехи мои И прошлые И настоящие И даже будущие Ты простил меня Совершенно Спасибо Господь И скажите Богу Такие слова еще Духом Святым Своим Наполни меня Прямо сейчас И доверьтесь Богу Духу Святому А дальше уже Как он уже Наполняет вас Так и двигайтесь Не стесняйтесь Вот Бог наполняет Хотите плакать Плачьте Хотите радоваться Смеяться Смеетесь Радуйтесь Вот Благодарите Бога От всего сердца И первым знаком Того что Бог Наполняет вас Собою Это будет то что Библия святая Вам будет открыться Открыто Как книга любви Любой роман Любовный отдыхает Просто вообще Любой сериал Мыльный опера Все отдыхает Действительно Потому что Действительно Это история любви Бога и человека Человека и Бога Пусть Бог Пусть Бог благословит Вас Дорогие друзья Молюсь За всех вас Молюсь За ваши дома Родных Ближних Пусть Бог Благословит Наших жен Мужей Внуков У кого внуки Родители У кого родители Живы Мы молимся Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Если у кого в семье Есть больные люди Или может быть Вы сами больны То знаете что Скажите прямо сейчас Даже если вы больны сейчас И вам с трудом Даже в это верится Скажите Я здоров Благодаря Крови Христа Скажите Я здоров Благодаря Жертвы Иисуса Христа Благодаря тому Что Бог Мне дал Благодаря тому Что Господь За меня Умер на кресте Скажите Я здоров Совершенно Благодаря Крови Иисуса Христа И благодарите Бога за кровь святую Пойте к Господу, молитесь. Я не знаю, даже если бывает много свидетельств, люди даже, которые у нас, помню, мы на Кловске там наверху собирались, еще на пятом этаже там был актовый зал. Молодая женщина в оперном были те экзамены, не экзамены, слушание. Значит, она выпускница этой консерватории, певчая. Ну, не певчая. И представляете, накануне у нее все заложило горло. Это, короче, ну, конец. Это катастрофа. Она плачет, мы молились за нее. Но она понимает, что даже если сейчас у нее исцеление произойдет, но голосовосстановление, тем более перед слушанием, ну, это нереально. Представьте, Бог совершил чудо. Она потом буквально прилетала, прилетела. Это невероятно. Я сама себя слушала, я не верила. Я пела, и даже не было фальши никакой намеку, что вчера мне было все заложено, и я хрипела. А-а-а, вот так вот. Не может быть. Я знаю, что такое голос. Она всю жизнь занимается голосом. Ее не обманет. Это в том-то дело, да. И люди, которые слушают ее, специалисты, и ей дали место, дали работу. Представляете? Боль, это еще было чудо, потому что, значит, там, как бы, там были вокалисты разные, и там, и Блад был всякий. Ну, короче, пробиться, по-моему, очень сложно. Блад вы сейчас в нормальном, как говорите. Да-да-да. И, представьте, дали ей место, работу, пусть там небольшую, недорогую, но дали работу. Я говорю, вот, что Бог делает. Поэтому, даже если не знаете, вот, кто у нас там святой-то, вот, Салкопевец, Роман Салкопевец, да? Ну, да, и еще. Многие другие, да. Слава Богу. И Хрим Сирин тоже. Да, да. Пусть Бог благоставит вас во имя Господа Иисуса Христа. Благоставляю вас Словом Божьим, именно Божьим Словом. Из четвертой книги Моисеева, из чисел благоставляю и молюсь сейчас с моими братьями здесь, вот, и со всеми вами, кто присутствует там, вот, онлайн или в записи, молюсь о нашей вот этой Евхаристии. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог Авраама Исаака Якова, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и Силы и Слава во веки. Аминь. Отец, и благостави наш это хлебопреломление, эту Божественную Евхаристию. Благостави нас Господь сейчас, преломляющий хлеб в простоте Божьей, в радости, в любви Твоей, Господь. Благостави наших братьев и сестер сейчас, кто онлайн или в записи будет принимать участие в этой Божественной Евхаристии, преломляя хлеб. Даже если он впервые сегодня лишь обратился к Тебе. Боже, дай преломить хлеб в простоте, возблагодарив Тебя за Божественную кровь Твою святую. Отец, я благодарю Тебя, что Ты возлюбил мир, весь этот мир, все человечество. И отдал Сына Своего за нас, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Слава Тебе, Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Аминь, аминь, аминь. И вот там тоже свидетельство, я краешем глаза посматриваю на вот эти сообщения, пишет, значит, кто он, Галина. Я говорю, удивительно, странно, но я слышу запах хлеба, значит. А, да, да. Я тоже слышу. Не, ну нам-то понятно, нам-то чувствовать это естественно. А вам это сверхъестественно чувствовать хлеб, понимаете ли. Вот, да, потому что само причастие, оно вот совершается в простоте, понимаете ли. Действительно, как вот, помните, старцы говорили древние, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Вот так вот. Господь, да, благословит нас сегодня в этом преломлении хлеба, в исцелении души и тела, Боже, рассуждаем о теле и крови Христа. Мыслим сегодня мы о теле и крови Христа. Мыслим о том, Боже, что ранами Твоими, благодаря крови Твоей, прощены все грехи наши. Да, Господи. Мы исцелены, прощены совершенно. Все грехи наши, прошлые, настоящие, даже будущие, все прощено, полностью прощено. И мы прощены, и мы прощение это, Боже, воспринимаем как знак великой Твоей любви. Благодарим Тебя, Господь. Я знаю, что мы благодарим Тебя не только сейчас, но и в вечности. Благодарим Тебя. И, Боже, нового вино поднимаем, Господь, Боже, потому что Ты с нами сейчас. И Ты, Господь, Боже, в этом хлебе, в этом вине сейчас с нами, Боже, и в нас пребываешь. Мы принимаем Тебя, Господь, нашим умом, нашим сердцем, всеми чувствами нашими. И в этом причастии сейчас, в этой Евхаристии, Боже, действительно мы переживаем Твою эту благодать, Боже, Господа нашего, Иисуса Христа, Твою любовь, Бог Отец наш, и общение Святого Духа, пребывающее со всеми нами, среди нас и через нас. Слава Тебе, Господь, Господствующих, Бог всех богов, тело Христа, кровь Иисуса Христа, нашего Господа, нашего Спасителя, тело и кровь Христа мы принимаем как знак действительно великой любви к нам и ко всему роду человеческому. Благодарим Тебя, Боже наш. Можно тоже поболитесь, тоже, братья. Можно слово сказать? Да, да, конечно же. Братис, сестры. Братис, сестры. Благодаря, еще в послании Ефесянам написано, что мы в Духе сидим в Иисусе Христе. В Иисусе Христе. В Иисусе Христе. Это позиция влады. Кто мы такие? Я вам скажу, что некоторые христиане не понимают этой позиции влады. Я больше, чем уверен, что сменить даже политическую и материальную, физическую ситуацию не смогут политики. Сможет только Церква. Только Церква. Живая Церква. Живая Церква. Церква живого Бога. Аминь. И мы посадлены в Иисусе Христе на небесах. Мы должны осознавать эту позицию. Но мы должны спускаться с этой позиции до Иисуса Христа, до Его ног. И вспомнить, какая цена за это заплатена. За наше искупление. И мы с этим просто спускаемся под ноги Христа. И мы думаем над этим. И вот когда мы сейчас Иисус на небесах правуруч Бога. И вот когда епископ молится, или священник молится, и говорит, что сотвори это телом Христа Твого, а то, что в чаши тей, кровью Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Сейчас Иисус на небесах правуруч Бога. Аминь. И в Его тюле течет слава Божья. Аминь. И эта слава Божия спускается и помазает, и это становится телом, а это становится кровью. И когда мы принимаем, мы с ним духовно и физически связываемся, мы становимся однокровниками с Иисусом Христом. Аминь. Мы с тобой одной кровью, ты и я. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо тебе, Иисус, за эту жертву, что ты за нас принял. Спасибо тебе, отец, за сына твоего Иисуса Христа. Спасибо тебе, спасибо тебе. Слава тебе, отцу и сыну и святому духу. Аминь. 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 Слава Богу, как уродил то день был похмурый и небо похмурое, а потом небо развиднулось и солнце засияло, солнце славы, солнце славы, аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Классно! Иисус царь! Дякуючи Богу, дякуючи Богу, мы знайшли дорогу в рай дорогу. Аллилуйя! За все дякуем Господа Бога нашего. Аллилуйя! Благодарю Тебя за причастие, за Евхаристию Божественную Божию. Благодарю Тебя, Господь, что Ты не только близ, возле нас, среди нас, но Ты в нас, верующих. Спасибо, что во всей своей полноте Ты, Господь Божий, действительно совершаешь это таинство, единение, таинство Бога-человечества. Спасибо, Господи, за все. Благоставин Ты, Царь наш, благоставин Господь. Благостави наших зрителей, слушателей, даже тех, кто... И потом будет в записи смотреть все это. Тех, кто еще не разумеет Божия, открой разум к уразумению Писаний, к уразумению Твоей любви, к уразумению Твоей благости и милости. Тем, кто разумеет, Боже, воздай, Боже, старицу, благостави Господь, преисполни радости, благости этой Твоей, Господь Боже, Твоей благодати. Боже, пусть напоминающие о Тебе, о Твоей любви не умолкают. Боже, пусть, Господь, это действительно из нас, это радость, это любовь, это Евангелие, благая весть, неплохая весть, а хорошая весть, благая весть. Изливается о спасении рода человеческого. Спасибо, Господь, за все. Благостави, Господь, нас, Боже. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Слава Богу. Пусть Господь благоставит вас всех, дорогие друзья. Я рада тому, что опыт есть у нас этого эфира. Я днем делал эфир, не было зависаний, видимо, просто вечером больше подключаются люди, и здесь скорость падает интернета. Но, по крайней мере, вы слышали, видели самое основное, главное, ну и в записи, так же, вот, камера подстраховывает, запишет все. Поэтому вы сможете все посмотреть это все. Вот. Но самое главное, конечно, не то, не качество трансляции, там, или записи. Самое главное, качество, вот, вашей веры. Потому как, действительно, истинная вера, правильная вера. Кстати, вот, я порекомендую. Довится на сердце. Довится на сердце. Аминь, аминь. Не на трафик, там, или что еще. На сердце. Довится. И подавитесь еще одну программу. Вы очень удивитесь. Значит, рекомендую очень. Я послушал, отец Элисейми дал когда-то рекомендацию, я так, ну, посмотрим. Значит, посмотрел, понравилось. Сегодня, кстати, еще раз пересматривал. Джереми Пирсенс, значит, и... Джозеф Принц, да, Джозеф Принц, да, Джозеф Принц, да, Джереми Пирсенс, значит, да, значит, очень хорошие братья. Вот, я, а Джозеф Принц вообще умница. Я прямо вот, ну, молюсь. Сегодня молитва такая у меня была здесь, значит, за Сингапур, за, значит, за их церковь. Я еще раз присмотрел, он там, в начале программы этой показывает, там, свою церковь, звезда, значит, да, там, здание, там, их не внутри собрания, говорится, Господь, благо. Я вас ревновал, думаю, надо и нам такие, что-то... Аминь, аминь, да, 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 кстати, у него очень мудро, там, у него, значит, там, первые этажи, там, мелкооптовую торговлю, магазины всякие, да, значит, они, там, и сдают в аренду еще все, значит, и наверху этот зал, все, получается, все, там, церковь собирается, люди, значит, понимаете ли, они сдают даже помещение свое, там, зарабатывают деньги даже, значит, и здание окупается у них, значит, и само собрание, конечно, потрясающе, само собрание большое, но большими собраниями, как бы сейчас христиан не удивишь особенно, конечно, и я видел еще и побольше собраний, честно говоря, но что особенно коснулось меня, что вот это вот понимание благодати, революции благодати, мы живем в эпоху реформации, да ведь, да, уже пять столетий продолжается такая поэтапная реформация, обновление церкви, возвращение, реформация, восстановление, возрождение, покаяние, то бишь, возрождение церкви, и за пять столетий возродилось очень много, вот, знаете ли, учения церковных, но, опять-таки, даже не в этом дело, а вот, когда реформация грянула пять столетий назад, то, как бы, обозначилось пять таких направлений, что ли, или пять составляющих этой реформации, солос этих вот пять, да, только Писание, только благодать, только вера, только Христос, только Богу слава, вот эти только, вот эти правозношения, они, знаете ли, на протяжении пяти столетий, они открывались, поэтапно, постепенно раскрывались, при лютере, кальвине, цвингле, анаваптистах, раскрывалось и то, и другое, и пятое, да, но постепенно, в большей степени, допустим, о вере, о спасении через веру в Иисуса Христа, только Христос, Спаситель, как бы, и постепенно, вот эти пять только раскрывалось, вот на протяжении пяти столетий, но и так интересно, вот эта только благодать открывается сегодня, как никогда раньше вообще. И только Христос, и все остальные только. Но вот эта только благодать, это как бы, как вот там было сказано в программе в одной дамы, что как будто бы Бог прожектор свой навел вот на вот это понимание благодати. Оно всегда было, но раз высвечивается. Так что прожектор, был прожектор перестройки, а эту программу сделаем прожектор реформации. Прожектор Божьей перестройки, или Божий прожектор Христовой перестройки, знаете ли, реформации. Так что новомышление, перестройка, гласность, это все библейское. Так будьте же здоров, Михаил Сергеевич. Но, конечно, дело не в нем. Дело в том, что, то, значит, действительно, сам Бог действительно хочет вот эту трансформацию совершить в нашем разуме, в нашем мышлении, переменном мышлении, эту метаноию, да? А еще лучше, тшуву. Метаноия, она подразумевает, конечно же, действие, безусловно. Вот, значит, но настоящая, справедливая такая метаноия. Вот, но, значит, тшува, еврейское слово, означающее покаяние, оно вообще именно призывного характера. То есть, это призыв, прямой призыв к действию. То есть, не просто это покаяние, как, ну, можешь покаяться, можешь нет. То есть, покаяться. Бог призывает, Бог повелевает, всем людям повсюду покаяться. Вот это вот, как бы, очень раскрывает слово, тшува очень хорошо. А еще это означает прийти в себя, осознать все, встать, действовать, прийти, покаяться. А еще тшува, тоже, она приводит, это же слово подразумевает принятие, прощение, принятие и дом пира. Пир в доме Отца. Понимаете, вот как прекрасно. Поэтому, пусть Господь нас всех благословит в этом, на этом пиру веры. Пир веры. Пир веры. В доме Отца нашего, небесного, сущего на небесах. Да, святился его святое имя. Докридит его царство. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господне. Будьте благословенны, счастливы, любимы. И знайте, что вы любимы. Знайте, что Иисус Господь, Отец Небесный, очень сильный, любит вас. Он свою любовь, чтобы никто никогда, не дай Бог, не засомневался в том, что Бог любит нас. Он отдал своего Сына за нас, чтобы действительно доказать раз и навсегда свою любовь к роду человеческому. Свою любовь ко всем нам. Отдал своего Сына и кровь Иисуса Христа это самое серьезнейшее доказательство Божьей, святой любви. Поэтому, если засомневаешься, не дай Бог там в любви Божьей, вспомни чашу Господню. Вспомни голговские страдания. И знай, что это наилучшее доказательство святой, Божьей любви. Раз и навсегда. Это значит, Бог за тебя, Бог любит тебя. Слава Иисусу Христу. Благословляю всех вас, старые друзья. Спасибо, братья. Всех благословляю. Мир всем. Аминь. Аминь. Слава Богу. До новых встреч. До новых встреч.